hello again welcome today we're going to do quick test number nine and just without further ado we're going to start so number one if you didn't help me if you hadn't helped me if you haven't helped me i would have been in serious trouble итак давайте переведем это предложение если бы ты мне не помог i would have been я бы оказался в серьезных неприятностях то есть у меня бы были серьезные проблемы i would have been in serious trouble первое что нужно заметить что trouble это неисчисляемое поэтому здесь нельзя использовать in a serious trouble артикель здесь не ставим in serious trouble i would have been in serious trouble это первый момент второй момент смотрите здесь у нас условное предложение как мы знаем что она условные условные предложения начинаются с if то есть есть у нас их предложение бла-бла-бла запятая и главные предложения i would have been in serious trouble я бы оказался в серьезных у меня бы были серьезные проблемы когда предложение начинается с if перед главным предложением вы ставите запятую так итак смотрите у будет have been указывает нам на то что действие произошло прошлом то есть действие уже произошло его нельзя никак изменить мы говорим о пост о прошлом когда мы используем условное предложение говоря о прошлом нам нужно в главном предложении там где нет и в ставить вот обязательно будет have been или будет have done вот как гонгут дан разные слова но после if вы используете if you passed perfect hadn't helped если бы ты не помог то есть дело было вчера например ты мне помог и это мне помогло не оказаться не влипнуть в какие-то проблемы if you hadn't helped me i would have been in serious trouble еще раз помните я вам говорил после if вы не используете will ни в коем случае нельзя после if в условных предложениях ставить will нет но will if you hadn't helped me i would have been in serious trouble второе предложение she have asked him for help if she had known he would be late здесь предложение начинается if это предаточное предложение if she had known he would be late если бы она знала что он be late опаздывает что он опоздает чтобы она сделала she have asked him и здесь везде есть у нас смотрите not то есть ask somebody for help это просить кого-либо о помощи она бы не просила его о помощи если бы знала что он опоздает у вас здесь есть подсказка это she'd known то есть апостров и буковка d означает что тут так сократилось had вот она had и глагол третий форме то есть это паспорт это нам сигнализирует о том что речь идет о прошлом то есть в прошлом действие происходит опять же таки когда мы используем условные предложения в прошлом после их мы ставим had и глагол в третьем форме в третьей форме это паспорт и в главном предложении мы используем would have done как это показано смотрите здесь would have been итак что у нас получается she wouldn't have asked him for help она бы не попросила помощи у него если бы had known знала в прошедшем что он опоздает и смотрите использование would мы говорим о прошедшем времени здесь поэтому мы используем не был а вот если бы она знала что он опоздает мы все говорим в прошлом поэтому смотрите это паспорт а это кондиционал с 3 3 3 условно третий тип условных предложений третье предложение вы don't have shops in our village здесь у нас уже не условные предложения здесь просто что вы don't have у нас нет магазинов в нашей деревне и навык тэлыч уйдан хэв ноу шопс ноу шопс нельзя сказать потому что в английском нельзя невозможные отрицания два раза то есть у вас есть здесь одно отрицание нот вы уже не можете говорить ноу вы или же говорите вы хэв ноу шопс представьте у вас нет don't тогда вы можете построить отрицание с помощью ноу вы хэв ноу шопс у нас нет магазинов вы хэв ноу шопс и новый велич или у нас нет надежды вы хэв ноу хоп но здесь у нас есть донт если у нас есть донт мы не используем ноу и мы не используем также нам вы дон хэв нан шопс нам нет так нельзя говорить нужно сказать вы дон хэв они шопс у нас нет никаких магазинов нашей деревне четвертое предложение there is more crime there is это оборот помните апостолов с означает is there is more crime мы говорим о сейчас сейчас больше преступлений почему because there are very очень little few enough policemen on on the streets these days сейчас больше преступлений потому что очень мало полицейских на улицах наши дни то есть сейчас смотрим на что нужно обратить внимание первое полы смен это множественное число потому что мужчина будет мэн через буковку эй когда вы говорите о мужчинах во множественном числе вы будете писать мэн мэн это произносится первое слово мужчина один мээн широкий звук эй ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Первый момент. Это множественное число. Если у нас существительные можно посчитать, тогда вы будете использовать не little, потому что little используется с теми существительными, которых нельзя посчитать. То есть вы можете сказать мало сахара, little sugar, мало времени, little time, мало, например, денег, little money. То есть вы не можете посчитать сахар. Вы можете посчитать крупинки сахара, одна крупинка, две крупинки, но вы считаете именно слово крупинки. Есть отдельное слово крупинки. Вы мясо не можете посчитать, little meat вы скажете, потому что нельзя сказать одно мясо, два мяса, три мяса. Вы будете, когда будете покупать мясо, вы говорите один килограмм, два килограмма, но это уже другое слово, это уже слово килограммы, и килограммы, да, это слово можно исчислять. Да, два килограмма, три. Но мясо нельзя исчислять. То есть зачастую это какие-то сыпучие вещества или жидкости, то есть те вещества, которые связаны с едой, например, да. Поэтому, когда вы изучаете тему еда в английском языке, то часто вы как раз изучаете множественное число, исчисляемые и неисчисляемые существительные. Итак, дальше. Few – это как раз можно сказать few, потому что policeman можно посчитать. Например, у меня мало масла. I've got little butter, but I've got a few friends. Если я скажу у меня несколько друзей, я скажу I've got a few friends. Сейчас. В чем разница между a few и few? Когда вы говорите I've got a few friends, это значит, что у вас мало друзей, но вам достаточно. То есть a few больше, чем few, да. То есть мало, но вам достаточно. Если вы скажете I've got a few friends, то вы тем самым делаете акцент на том, что вам недостаточно количества друзей. То есть не достать. I've got a few friends. I want more. Just something like this. And here. There's more crime because there are very few, очень мало, very few policemen on the streets these days. Очень мало полицейских на улицах в эти дни. Enough – это достаточно. Нельзя сказать very enough. Вы можете сказать просто there are enough policemen, достаточно полицейских. Но здесь наоборот рост преступлений из-за того, что полицейских как раз недостаточно. Пятое предложение. We would have got here earlier if we got lost. Это условное предложение. We would have got here earlier. Мы бы раньше сюда пришли, сюда доехали. If we, если бы мы, get lost – это заблудиться. Если бы мы не заблудились. Смотрите. Would have got – это показывает, что past conditional. То есть conditional three мы говорим о прошедшей ситуации, которая произошла в прошлом. То есть это могло быть вчера, например. We would have got here earlier. Мы бы сюда раньше приехали, если бы мы не потерялись. Или вот недавно, но только что, например, только мы говорим о той ситуации, которая уже все, уже не может никак измениться. То есть мы уже опоздали, мы ее никак не поменяем, потому что она произошла в прошлом. Еще раз, когда вы говорите о прошлой ситуации, вы используете условное предложение третьего типа. Это would have done в главном предложении. И там, где у вас будет предложение с if, вы используете had done. Это называется past perfect. If we had got lost. Hadn't got lost. Haven't got lost. Смотрите. Здесь мы бы раньше пришли, если бы не потерялись. Поэтому had в принципе грамматически подходит, но по смыслу не подходит. Поэтому будет hadn't. If we hadn't got lost. Если бы не потерялись. Шестое предложение. My husband had taken the job. Если бы мой муж согласился на ту работу, взял ту работу, мы бы moved to London. Мы бы переехали в Лондон. Again, I am talking about the past year. It means that there was an opportunity in the past for my husband to take a job, but he refused. He didn't take the job. So, it means that right now we don't live in London, but we had the opportunity in the past. That's why, again, I am using we would have moved. We would have moved to London. I'll use would if I just say right now, if I had a lot of money, I would move to London. I'm talking about present situation. I don't have much money, so I can't move to London. But if I had a lot of money, I would move to London. We would have moved. Here, after would you use present perfect have done. We would have. So, remember, had you used only after if. If my husband had taken the job, we would have moved to London. Number seven, we must finish this job quickly. Мы должны закончить эту работу очень быстро. То есть, быстро просто. We don't have. У нас нет. Much time. Many time. A lot of time. We don't have a lot of. Смотрите, a lot уже отпадает, потому что, если вы хотите сказать много времени, вам нужно сказать a lot of time. Здесь нет of. Это все. Отпадает этот вариант. И вам нужно выбрать или much, или many. Я вам говорил, что little используется с неисчисляемыми существительными, а few с исчисляемыми существительными. То есть, little hope, мало надежды, but few friends. Несколько друзей, да? Мало друзей. Much – это много, и many – это много. Только смотрите, much вы используете с неисчисляемыми существительными. Например, много информации сейчас. There's much information. Much information. Или much – много сахара. Much sugar. Much butter. Much time. Много времени. Можно сказать, we don't have much time. У нас немного времени. We don't have much time. Many используется исчисляемыми. То есть, можно сказать, many friends, many books, many bikes, many cars и так далее. Поэтому, we don't have – мы используем much time. Потому что time – это неисчисляемое. Поэтому будет much time. Дальше. Седьмое. There are only few, a few, a little parks in this city, just two or three. There are, то есть, есть только несколько парков в этом городе, just всего лишь два или три. Little – точно нельзя сказать почему, потому что parks можно посчитать. One park, two parks. Поэтому little и little используются с тем, чего нельзя посчитать. There are only few parks или a few parks. Смотрите, если парков недостаточно, вы скажете, there are few parks. Ну, у вас есть слово only. И, в принципе, здесь ничего не говорит о том, что парков недостаточно. То есть, вы делаете акцент, что всего лишь, just two or three, несколько парков. Есть несколько парков. Вы не делаете акцент, что парков мало. То есть, можно, я бы сказал, a few. There are only a few parks in this city, just two or three. There are only a few parks. Вы делаете акцент на том, что парков в городе просто мало. Просто мало. Если вы хотите сделать акцент, что парков недостаточно, нужно поменять весь контекст. Нужно сказать без only. Я бы only не говорил с few. There are few parks in this city, and people don't know where to go to. Just something like this. Number nine. Она бы не кушала торт, если бы она, у нас глагол know, знать, если бы она знала, что там есть орехи в нем. It had nuts in it. So she wouldn't have eaten. Again, wouldn't have eaten. Третий conditional. Мы говорим о прошедшей ситуации. То есть, она уже скушала торт, но она узнала, что есть орехи. И мы говорим, она бы не кушала тот торт, но она уже его скушала. Мы говорим о прошлой ситуации. Поэтому нужно сказать would have done в главном предложении. И в предложении мы скажем if she had known. Had сокращается апостроф д и третий, англогол в третьей форме. Десятое предложение. They were, они были, а нет, there, там было. There were too much, too many, two people in the supermarket, so we left without buying anything. There were people. People это исчисляемое. То есть, person это человек, people это люди. Слишком много людей. There were too many people. Too означает слишком, слишком, перебор. Too many, too many people, например. This city is too big. Этот город слишком большой. This city is too big to live in. For example, comfortably. Something like this. So there were too many people in the supermarket, so we left without buying anything. Слишком много людей. There were too many. Too much. This is too much. Это слишком, вы можете так сказать. Much используется с существительными, которые вы не можете посчитать. По number 11. If I had have, would have known your number, I would have called you. Смотрите. Главное предложение. Главное предложение. Would have called you. Если бы я знал твой номер, я бы тебе позвонил. Главное предложение имеет would и have done. Would have called. Это означает, что мы говорим о прошедшем. То есть, например, я хотел поздравить кого-то с днем рождения в прошлом. Вчера, например. Но я не поздравил. Почему? Потому что я не знал номера. Например, я Петю хотел поздравить. Сегодня Петя ко мне подошел и говорит, а почему ты меня вчера не поздравил с днем рождения? Я говорю, Петь, если бы я знал твой номер именно вчера, но вчера я не знал твой номер, да, его номер, я бы тебе позвонил. Поэтому как у нас будет? Would have done в главном предложении. И в if предложение, в предаточном предложении, в if предложение будет if I had known. If I had known your number, I would have called you. I'm talking about past. I'm talking about yesterday. Number twelve. You spent too time playing those computer games. So you spent, мы говорим о настоящем времени. Ты spent, это тратить. Ты тратишь. Too, это слишком. Too many time. Too plenty of time. Too much time. Конечно, much time. You spent, нельзя сказать, too plenty of time. Вы можете сказать, I've got plenty of time. I've got plenty of time to do this task. У меня достаточно времени, чтобы сделать это задание. It's good. But you can't say, you spent too plenty of time. You spent too much. Ты проводишь слишком много времени, играя в те компьютерные игры. Too much time. Because time is uncountable noun. So you have to use much with uncountable nouns. But if you say, you spent too many days playing those computer games, you use many. Because days is a countable noun. Уже у нас есть подсказка hadn't missed. То есть мы говорим о прошлом. То есть в прошлом я не успел на поезд. Если бы я успел на поезд, we never have met. Мы бы никогда не встретились. Здесь we will never have met. We should never have met. We might never have met. We will never have met. We might. Здесь будет только might. Почему? Потому что might, оно показывает my supposition. Это мое предположение, что в прошлом, если бы я не пропустил поезд, то есть if I hadn't missed that train, если бы я не опоздал на поезд, возможно, бы мы никогда не встретились. Возможно, we might have never met. Кстати, здесь, если вы говорите в разговорном английском, вы скажете we might have never met. Never будете использовать после have. Но в формальном английском можно сказать без разницы. В принципе, we might never have met. We might never have met. Думаю, понятно, да? Если бы if I hadn't missed that train, если бы я не опоздал на поезд, возможно, здесь ключ к этому упражнению, что мы говорим о возможности, то есть это мое предположение, когда я не уверен на 100%, я могу сказать might. Возможно, мы бы и не встретились никогда. We might never have met. Number 14. I don't have... У меня нет. I don't have to take a taxi. We'll have to walk. We will help to have to. Это модальный глагол. Нам нужно будет. We'll have to. We'll have to walk. Нам нужно будет пойти пешком. Почему? We don't have... У нас нет enough money. Money enough plenty of money. Plenty of money вы можете сказать, когда у вас нет... Not. I've got plenty of money. У меня достаточно денег. Но когда вы хотите сказать, что у вас недостаточно денег, we don't have plenty of money. Нельзя сказать. Нужно сказать we don't have enough money. Enough всегда ставится перед существительным в таких предложениях. We don't have enough money to take a taxi. У нас недостаточно денег. Для чего? To take a taxi. Infinity of purpose. Для того, чтобы взять такси. Это infinitive purpose. Припоминаем. Инфинитив цели. Деньги для чего? To take a taxi. What for? To take a taxi. Для того, чтобы взять такси. We don't have enough money to take a taxi. We'll have to walk. Нам придется идти пешком. Number fifteen. He has a lot of friends. A lot of friends. He has a plenty. Смотрите. С plenty нельзя сказать a. A plenty не употребляется. He has a lots. A нельзя сказать lots. Просто. He has lots of friends. Если бы здесь не было a, мы могли бы сказать he has lots of friends. Но здесь есть a, поэтому мы не можем сказать he has a lot of friends. Нужно сказать he has a lot of friends. То есть правильная форма это a lot of. Зачастую оно используется в утвердительных предложениях. Если вы хотите сказать у него нет много друзей, вы скажете мне. Лучше говорить не he doesn't have a lot of friends, but he doesn't have many friends. Or he... Да. He doesn't have many friends. Does he have many friends? Тоже вопросительное предложение. Можете строить с помощью many, не a lot of. То есть вы можете задать такой вопрос. Does he have many friends? Но нельзя сказать does he have a lot of friends? То есть, ну, в принципе, можно сказать, но если строго по правилах смотреть, то нельзя, к сожалению. Number 16. I would have gone to the party if I... Я бы пошел на вечеринку. Здесь would и глагол в тре... Present perfect. Would have done. То есть это мы говорим о прошлом. I would have gone to the party if I hadn't been ill. Если бы я не заболел. Но я заболел. Мы говорим о прошлом. Я заболел, поэтому я не пошел ни на какую вечеринку. Когда мы говорим о прошлом, мы вживаем conditional three. И мы используем после if... Мы используем had done. Had... Або hadn't done, да. Had done или been. А в главном предложении, там где if нет, мы используем would... Would have done. Would have done. Done это глагол в третьей форме. Так. Дальше. Кстати, если вам нравится этот канал, пожалуйста, подпишитесь на канал. Отправьте видео своим друзьям. Поставьте... Click the bell notification button. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо вам. 17-ое предложение. Do include meat in your diet. То есть, в вашей диете много мяса. Вы включаете много мяса в вашу диету. Do include much meat, many meat, a lot meat. Смотрите, a lot в принципе возможно, но здесь оно использоваться должно с of. У вас нет of, поэтому вы не скажете a lot meat. Нужно сказать a lot of meat. И так как я вам уже говорил, когда у вас вопросительное предложение, лучше все-таки не говорить a lot of meat, но лучше сказать much meat. Much meat. Почему much meat? Потому что meat это неисчисляемое. Мы используем с неисчисляемыми существительными именно much. Если бы вы говорили о яблоках, вы бы сказали, do you include many apples in your diet? Because apples, you can count apples, but you can't count meat. Number 18. I'm not to vote. I'm only 16. I'm not. Enough old. Old enough too old. Смотрите, я недостаточно взрослый, чтобы ходить на выборы, голосовать. Vote это голосовать. Мне только 16. I'm only 16. So here, just you have to use, if you say I'm not too old, я не слишком стар, but you don't have to be too old to vote. You have to be old enough. Old enough. Enough, смотрите, здесь мы использовали enough, давайте я постараюсь найти, перед существительным. We don't have enough money to take a tax, but if you have an adjective, но когда у вас есть прилагательное, you have old. Old is an adjective, so you have to use enough after the adjective. I'm not old enough to vote. I'm only 16. So you can't say I'm not enough old, I'm not old enough. Old is an adjective. Use enough after adjectives, but before nouns. Number 19. If you told me you were leaving, I could give, had given, could have given you a lift. Again, had told me, had done something, we are talking about the past, so you need to say, if you told me you were leaving, если бы ты мне сказал, что ты уезжаешь, но ты мне не сказал, мы говорим о прошлой ситуации, которая уже в себя и жила, уже окончена, ее нельзя никак изменить, поезд ушел, все. Поэтому мы просто говорим о том, что бы могло быть в прошлом, если бы ты сказал мне, что уезжаешь, я бы мог тебя подбросить. I в прошлом, I мог, I had given, если сказать, смотрите, I had given, нельзя, почему? Потому что if, после if, используйте именно had и глагол в третьей форме, had given, а здесь это главное предложение, как узнать главное, оно не с if начинается, оно также самостоятельно существует это предложение. То есть я бы тебя подбросил, это полноценное предложение. Но если вы скажете, if you told me you were living, это не полноценное предложение, оно существовать не может самостоятельно, то есть вы точку не можете после, после этого предложения поставить. Итак, что мы имеем? Я бы мог, I could have given, I could have given you a lift. Здесь не обязательно использовать would have given, то есть я бы тебя подбросил. Вместо would можно использовать я бы мог тебя подбросить, то есть это нормально. Так же, как и вместо if можно использовать что-то другое. If you told me, если бы ты сказал, ну, я не знаю, что здесь именно, вместо if, но, в принципе, можно что-то другое ставить. Number 20. I would never bought this computer if I had known how slow it was. Я бы никогда не купил этот компьютер, если бы я знал, насколько он медленный, он ужасно медленный. I would never, I would never had bought или have bought. Нужно выбрать, потому что would у нас уже есть, и это, ну, would мы используем в главном предложении, мы его уже используем. Я бы никогда не купил компьютер. Смотрите, здесь я предлагаю использовать have bought. Почему? После if, да, мы используем conditional 3, мы говорим о прошлой ситуации, но здесь я использую never, то есть я бы никогда, я не только говорю о прошлой ситуации, я говорю о вообще, вообще never. я бы никогда не покупал этот компьютер, если бы я не знал, если бы я знал, какой он медленный. I would never have bought this computer if I had known how slow it was. Если я скажу I would never had bought this computer, never здесь нельзя использовать тогда, потому что я говорю о конкретной ситуации в прошлом, когда я купил компьютер, я бы не купил тот компьютер, если бы я знал, как медленно он работает. Но из-за этого never мне нужно сказать have bought. Почему? Потому что never означает никогда бы не купил. Не только в прошедшем не купил, а вообще по жизни никогда бы не купил. Дальше делаем следующее предложение. Нужно поставить, тикнуть a, b, or c for the positive or negative adjectives or adverbs. For example, example, luck and I need to tick negative adverb. Negative adverb. Luck adverb you need to add lay. Adverb это наречие, чтобы построить наречие, нужно вам добавить просто lay. So luck это что? Удача, удача, luck. Unlucky lay это будет как раз adverb мы добавляем lay и on означает, что это отрицательный adverb это означает к несчастью. Number one patience we need to find positive adverb чтобы построить adverb мы добавляем lay patiently вот вам и positive adverb patiently означает как текпеливо. Что такое adverb это наречие наречие они описывают глаголы то есть делать работу как do the job how patiently дальше слово fortune fortune означает счастье нужно отрицательный отрицательный прилагательный прилагательный отвечает на вопрос какой unfortunately это как не подходит fortunate это это позитивный unfortunate это как раз негативный adjective то есть unfortunate event несчастный случай например unfortunate означает несчастный дальше третье luck luck удача нам нужно найти positive adverb положительное наречие luckily lucky unluckily unluckily это негативное наречие lucky это adjective прилагательное lucky event счастливое событие а здесь luckily luckily как к счастью например к счастью он пришел вовремя luckily he came on time number four care это забота когда вы о ком-то заботитесь care we we need to find actually negative adverb just careless небрежный carelessly небрежно carefully осторожно то есть negative где у нас careless and carelessly это negative careless это какой это прилагательно прилагательное например careless pilot такой невнимательный небрежный пилот carelessly означает небрежно невнимательно здесь это правильный ответ в третьем я не сейчас поставлю вам luckily к счастью luckily дальше comfort comfort нужно положительный adjective положительное прилагательное поставить comfortably это как комфортно for example sit comfortably сидеть в классном таком chair on chair комфортно comfortably uncomfortable comfortable это какой некомфортный and comfortable это как раз то что нам нужно комфортный comfortable sit adjective это прилагательное прилагательное comfortable sit комфортное сидение место дальше you need to tick a, b, or c to complete the sentences with nouns adjectives or adverbs so josh can be very impatient impatient impatiently он может быть быть очень каким with people when he is in a bad mood in a bad mood be in a bad mood запомните это словосочетание это быть плохом настроении josh может быть очень impatient нетекпеливым impatient означает нетекпеливый impatient impatience это нетекпеливость impatiently это как раз adverb на речи как нетекпеливо почему adverb называется adverb потому что verb это глагол а то с помощью чего мы описываем глагол называется adverb adverb то есть например speak как slowly slowly будет как раз adverb потому что глагол speak говорить мы описываем с помощью adverbs speak slowly so i hope you understand this now number seven these shoes are really эти шузы реально какие какие они comfortably это комфортно здесь ехать комфортно говорить комфортно сидеть комфортно потому что это адверб как раз мы описываем глагол а здесь мы описываем shoes shoes это существительное что описывает существительное правильно adjectives these these shoes these shoes are really какие are really uncomfortable uncomfortable нужно выбрать почему потому что и uncomfortably это делать что как сидеть неудобно здесь мы описываем именно adjective these shoes are really uncomfortable они реально неудобные number eight do this exercise very как very careful careful это какой осторожный а вот когда вы до слова какой добавляете ли у вас будет слово осторожно кстати л остается вы просто добавляете еще одну л и буковку why do this exercise very carefully сделайте это упражнение очень carefully внимательно тщательно почему потому что it's difficult оно какое сложное number nine we had a lot of with the traffic and got there early ну здесь we had a lot of luck будет это такое словосочетание нам крупно повезло с traffic с движением с пробками and got there early нам крупно повезло с движением и мы приехали туда рано we had a lot of luck with the traffic and we got видите здесь они решили we не писать and got there early I dropped dropped это уронил I dropped my glass on the carpet я уронил свой стакан на ковер but fortune fortunate fortunately it was empty как fortunately на счастье он был пустой ok now let's do the next your music is too loud твоя музыка слишком громкая use your headphones используйте наушники headphones можно еще назвать headset то есть то что надевается на голову headphones и headset а те наушники которые засовываются в уши они я так понимаю чаще называются earphones earphones то есть phones телефоны для ушей headphones телефоны для головы то есть вот так number eleven where is the socket remote control or keyboard control for the tv ну тут понятно remote control это пульт управления number twelve this memory has all my work on it memory это память memory stick это дручок stick какой-то цепок stick socket розетка и switch выключатель будет memory stick потому что memory stick означает флешка we need a longer usb socket розетка mouse мышка cable кабель конечно usb кабель number 14 you need an adapter because the socket cable switchers are different in this country вам нужен адапт переходник да адаптер переходник почему потому что не кабели или переключатели а розетки отличаются the sockets are different where is the off plug button cable plug это включать то есть в розетку plug it in а здесь человек спрашивает где кнопка выключения этого 9 на этом 9 плеере where is the off button on this dvd player ok so next you have to choose a b or c to complete the sentences with phrasal verbs so we're going to take have a look at some phrasal verbs it's time for bed время спать can you switch on включить switch over переключить switch off отключить за тебе конечно будет switch off потому что это выключить the next could you unplug plug switch this hair dryer in for me please so you have to remember plug something in включить что-то в розетку можете включить в фен можешь пожалуйста включить мне фен в розетку could you plug this hair dryer in for me please вот правильное предложение number 18 i'm trying to sleep я пытаюсь заснуть turn that radio down turn that radio up turn the radio on ну если человек пытается заснуть то он наверное не скажет turn that radio on включай включи то радио да я пытаюсь заснуть нет нужно сказать turn that radio down то есть радио уже играет нужно его прикрутить turn down это прикручивать музыку там радио и так далее so turn something down turn down the music прикрути музыку number 19 i've finished using this laptop я уже не использую я закончил работу с этим лэптопом ноутбуком shall i мне как shall i switch it off switch off switch it on мне его выключить switch it off нельзя сказать switch off switch something off такое это стала такая фраза number 20 i was late because i forgot to я опоздал почему потому что я забыл the alarm on my phone i forgot to set the alarm on my phone почему нельзя использовать turn потому что you turn turn on вам нужно тогда сказать i forgot to turn on включить еще он поставить turn on the alarm on my phone или же вам нужно тогда поставить on не здесь а вот здесь еще одно on i was late because i forgot to turn the alarm on on my phone on это часть turn on а on это часть это означает на телефоне это preposition еще один но здесь только одно on поэтому set the alarm on my phone лучше всего подходит и последнее упражнение если вам нравятся эти видео пожалуйста ставьте лайки комментируйте подписывайтесь на канал пишите что еще вы хотите услышать что нужно разобрать может какие-то тесты шместы итак делаем выбираем звук который лишний здесь bot o и daughter bot daughter а здесь a love конечно love thought thought through caught тут u through а тут thought o и o cough enough tough окей cough здесь cough на британском английском будет cough enough tough поэтому первые number four brought thought although 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 конечно же the next tough daughter thought daughter or thought or and here we have tough tough здесь нужно поставить правильный stress ударение adapter 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 адаптер 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 experiment 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 здесь ударение на второй слог experiment comfortably 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 конечно же будет comfortably impatient impatient не терпеливый impatient будет disconnect 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 будет disconnect disconnect итак все на сегодня все спасибо что смотрели были со мной пожалуйста подписывайтесь на канал рекомендуйте друзьям если вам понравилось видео поддержите канал поставьте лайк и все до новых встреч пока пока